Привет, ребята! Меня зовут Оксана, я преподаватель русского языка в онлайн-школе «Стобальный репетитор». Уже шесть лет готовлю к итоговому сочинению, и в этом видео я расскажу тебе, откуда же можно приводить литературные аргументы в итоговом сочинении. Погнали! Во-первых, конечно, допускается художественная литература. Важно отметить, не только русская классическая, например, «Капитанская дочка» Пушкина, но и зарубежная литература. Если вы фанат Ремарка, О'Генри, других зарубежных писателей, пожалуйста, это приветствуется. Во-вторых, конечно, можно приводить примеры из публицистической литературы. Ну, наверное, самый известный автор, который творил в этом жанре, это Лихачев и его знаменитые письма о добром и прекрасном. В-третьих, можно приводить примеры из литературы нон-фикшн. Что это такое? Это так называемая литература человеческих документов или эго-документы. Это письма известных людей, писателей, дневники, например, дневники Булгакова, дневники Кавки, довольно знаменитые в литературном мире. Это биографии и автобиографии. Если вы фанат серии Жизел, Жизнь замечательных людей, то велкам эти примеры приветствуются. И, наконец, внимание об этом немногие знают. Допускается приводить примеры из научно-популярной литературы. Если вы хотите стать психологом и изучаете много литературы, посвященной психологии, человеческим отношениям, то такие примеры приводить можно. Наверное, знаменитый пример это книга Берна, люди, которые играют в игры. Так что, ребят, дерзайте, используйте те литературные источники, которые вам нравятся. Пишите итоговое сочинение от души и для души, и тогда вы точно кайфанете от этого процесса. Ну и, наконец, давайте обсудим, а какие же примеры нельзя приводить. Нельзя использовать примеры из манги, графических романов, комиксов, а также использовать малые фольклорные жанры, среди которых загадки, анекдоты, пословицы, поговорки. К сожалению, их не засчитают. И хотела бы ответить еще на несколько вопросов, которые мне часто задают ученики на моем курсе сочиняка. Можно ли приводить примеры из сказок? Конечно, как авторских сказок, логично, так и русских, там, народных или нерусских. Вообще, можно приводить и западную литературу, и восточную литературу. Нет никаких ограничений. Второе. Можно ли использовать литературу, маркированную пометкой 18+. Да, можно, тоже нет никаких ограничений. Если вы фанат Набокова или Бунина, вы смело можете приводить примеры из этих произведений. Другое дело. Если вы вдруг захотите использовать произведение, которое запрещено на территории Российской Федерации, и которое призывает к насилию и жестокости, то, конечно, вам такое произведение не засчитают. Ну, среди известных примеров это Майнкамп Гитлера. Такое мы не используем. Если это видео было тебе полезно, поставь лайк и отправь его другу. Я желаю вам удачи на итоговом, и я верю, что вы справитесь с ним, и будете дальше готовиться только к ЕГЭ по русскому языку. Совсем скоро станет легче, стоит только потерпеть. Удачи и до встречи на моих курсах.